Всем привет, друзья! Вы на канале Skytop Games. И перед началом данного ролика, как обычно, хочется выразить огромную благодарность всем нашим спонсорам на канале за вашу финансовую поддержку. Спасибо, друзья! Также хочется выразить огромное спасибо за часть предоставленной информации сообществу группе ВКонтакте The Isle и игры с динозаврами. Итак, начнем. Как вы могли понять из названия ролика? The Isle. Люди на острове. В чем суть игры? Это то, о чем вы меня часто спрашиваете. Конечно, на канале есть куча роликов, также есть небольшой лор и прочее, но давайте попробуем еще раз. Поехали! The Isle. Люди на острове. В чем же суть игры? В самом начале разработки The Isle концепт игры представлял собой следующее. Игроки бегают по острову с секретными бункерами, заброшенными военными базами и другими зданиями. Руины нужно восстанавливать и защищать, собирая для этого некоторые ништяки. В том числе и данные из терминалов, чтобы создавать динозавров-мутантов. Динозавры и каннибалы уничтожают постройки военных, поэтому если нет желания чинить очередную прогрызенную дырку в заборе, приходится их отстреливать. В ходе разработки игры решено было сделать вначале фракцию динозавров, а затем добавить и остальные играбельные фракции, которые бы противостояли друг другу на большой открытой карте. При этом дизайн и атмосфера игры были вдохновлены фильмом Парк Юрского периода. Кстати, вселенная The Isle отчасти связана со вселенной Primal Carnage. При этом сама внутриигровая история игры не раскрывается и разработчиками. Даются лишь туманные и интригующие намеки на сюжет, которые мы попробуем изучить в этом ролике. Официальной информации мало и много, мы будем отталкиваться от того, что именно нам известно. Я постарался собрать для вас сведения о людях на острове, однако изложенное может быть устаревшим, неточным измениться в будущем и так далее. Обращаю ваше внимание, что мы будем предполагать именно будущее версии Эврима, а также зацепим версию Легаси. Фракция наемников Как вы уже поняли, в игре планируется противостояние нескольких фракций, а именно наемников, дикарей-каннибалов и динозавров. Планируется, что The Isle будет тремя играми в одной. Вы получите три полностью отличающихся игровых опыта. Это, возможно, бойцы ЧВК, такой компании, как упоминается практически во многих сводках The Isle Apollo Engineering, прибывшие на остров с некой миссией. Скорее всего, в изучении динозавров и другого мира. В их распоряжении будет огнестрельное оружие и транспорт, ручные КПК, а также автомобили, показанные на концептах моторной лодки-вертолет. Они могут являться, я бы сказал, охотниками за трофеями, убивающими в большей степени ради удовольствия опытов, нежели собственной безопасности. Для выживания наемникам будет необходимо захватывать и восстанавливать базы, расположенные на острове. Скорее всего, наемники не смогут строить свои базы, а только восстанавливать заброшенные. Кстати, много из них уже есть на картах Эврима и будут еще новые на будущих картах. На базах будут запираемые двери, просматриваемые камеры, видеонаблюдения, сигнализация, радиосистема для связи с другими базами, уникальные для здания интерактивные элементы. Так будут мониторы, на которых можно будет наблюдать динозавров в округе с возможностью переключения изображений с камер. Также ходят слухи о системах вентиляции. И, конечно, электрические заборы, но не факт. Интерьеры обветшалых баз будут весьма мрачными из-за атмосферы упадка, которые будут создавать грязные текстуры и разбитые предметы. На будущих картах также будут и такие интересные строения, как авиарии, птичники. Также разработчики нам обещают клетки, маленькие и большие. На карте Legacy V3 многое, что из этих данных построек и элементов можно уже заметить. Подробности о геймплее. Известно, что наемники стали первыми людьми на острове. Собственно, многие уже видели первых так называемых наемников во вторжении, если не изменяет память, 2018 года. И ровно в этом же году их отключили. Но спустя 4 года их включили в ветку Эврима, которая будет основной частью игры. И пока это называется Generation 2. Хотя наемники будут обладать преимуществом передовых технологий, у них не будет таких возможностей для выживания в дикой природе, как у племен, которые, например, будут иметь ночное зрение получше. О них чуть позже. Наемники будут вынуждены использовать фонарики, которые могут привлечь внимание, либо им может посчастливиться, залутать прибор ночного видения. Об этом пока молчат. Но, учитывая, как жутко увидеть динозавра в днем, то выходить в джунгли ночью было бы совсем самоубийством. Быть человеком в этом мире будет чрезвычайно сложно, хотя огнестрельное оружие будет в игре, и оно будет наносить определенный животным значительный урон. Но в ближнем бою с динозаврами вы по факту труп. Разработчики хотят, чтобы игра за человека была жестокой, как, к примеру, Escape from Tarkov с динозаврами. Как вы уже поняли, выживание за людей будет основано на луте. Наемникам придется найти различные строения, разбросанные по карте, и восстановить их до рабочего состояния. На сегодня готовы модели наемников. Будет доступна их персонализация, в том числе выбор различных лиц скинов. Возможно, по факту они могут быть переработанными в будущем. Скажу сразу, что изначально разработчики сказали, что это будет 100% заложено в игре. Хотите вы людей или нет, но они будут. Давайте чуть вернемся в прошлое. 2018 год. О том, как когда-то в игру добавили людей. С самого начала существования игры многие игроки ждали фракции людей, и они внезапно появились спустя пару лет после релиза игры в Steam. Люди делились на две фракции. Наемники и индейцы. Первые не имели атак, оружие и возможности для крафта, а у вторых был лук и факел. Поскольку для людей не было подготовлено ничего для того, чтобы создать интересный геймплей, в скором времени они были полностью вырезаны из игры. Как сказал ранее, модели людей не были специально созданы для игры, они являлись временными заполнителями. Дикари. Туземцы, жители острова, в распоряжении которых будут луки, копья, топоры, камуфляж из подручных средств и тому подобное. Туземцы являются прирожденными охотниками и способны выжить как в племени, так и в одиночку. В крафте туземцев часто будут использоваться различные кости динозавров, в том числе для постройки ритуальных сооружений и создания оружия. Также в игре будет возможность постройки ловушек. Племена, в отличие от наемников, Apollo Engineering свободны в плане построек и смогут строить свои маленькие сборные конструкции там, где захотят. Ранее также заявлялась возможность приручения динозавров при игре за дикарей, но эта информация вскоре опроверглась. Каннибалы тоже люди? Известно, что каннибалы и племена дикари одно и то же. Но как дикари становятся каннибалами, тот еще вопрос. Существует версия, что они ранее были сотрудниками исследовательской кампании, но стали жертвой неудачного эксперимента. Или, возможно, обитали на острове задолго до прибытия ученых. Но незаконные эксперименты программы Apollo Engineering над ними привели к такому плачевному результату. Что однажды до недавнего времени высказал директор игры Донди. Цитата. Эта штука, это типа не совсем каннибал, но у вас будет возможность понять, как за нее поиграть. Говорить как я пока не буду. Придет время, узнаете все сами. Из игры. Возможно, будет существовать механика репликатора, так называемого, которому каннибалы смогут приносить в жертву других существ для получения некоторой информации, какой пока неизвестно. Давайте пробежимся по ранее заявленным цитатам. Утверждать пока не буду, что они будут в реальности. Донди. Ублюдки слева то, за что вам придется играть в роли каннибала. Ваше тело будет постепенно уродоваться. И нет, у вас не будет бензопил. Известно, что каннибалы тоже будут иметь способность к мутациям. Как и какие именно, пока неизвестно. Также ранее, в 2021 году разработчиками упоминалось некоторое амниотическое дерево, чья мистическая сущность непонятна до сих пор. Оно как-то будет связано с появлением мутировавших существ. К сожалению, четкой информации об истории вселенной игры у меня пока нет. Но на канале есть сериал Apollo Engineering, который в каких-то фактах показывает лор игры. Обязательно для вас в будущем будет собран полный лор. Также у нас есть небольшой лор по первой версии игры Legacy. Ссылки все в описании. И обязательно к вашему просмотру. Повторюсь, друзья, что все то, что я сказал в этом ролике, может быть устаревшим, неточным, либо измениться в будущем. Обязательно поставь пальчик вверх и подпишись на канал. Всем хорошего выживания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok